Лифтинг макияж, другими словами, это возрастной макияж, который создает заметный омолаживающий эффект. Достигается результат за счет текстур, менее плотных и более увлажняющих. Основные принципы делятся в зависимости от типа старения, скажем так. Есть субтильные, очень худощавые дамы, у которых тип старения морщинистый. То есть очень сухая и очень тонкая кожа, и, как правило, она тусклая. Задача с помощью баз и различных праймеров освежить лицо и подтянуть кожу. Есть другой тип, гравитационный, более тучный, более корпулентный дамы, у которых гравитационный тип, то есть все складки тянутся вниз. И тогда нам нужно с помощью теней, то есть осветления и затемнения некоторых участков, лицо подтянуть. Это все-таки профессиональный макияж. Как правило, клиенты, которые к нам приходят, это клиенты, которые не хотят тот макияж, который они могут сделать самостоятельно дома. Да, тоже можно нанести какие-то там теплые оттенки, чтобы освежить, но это все-таки не то. Предварительно надо очистить кожу и нанести гиалуроновый флюид, для того, чтобы максимально ее увлажнить и подготовить к макияжу. Далее мы будем наносить специальные базы. Все задачи лифтингового макияжа – это очень-очень тонкие слои, постепенно наносящиеся, и при этом они не должны перегрузить. Следующий этап – это нанесение тональными средствами. Мы воспользуемся двумя. Одно более плотное, другое более увлажняющее и тонкое. Следующий этап – это коррекция тех пятышек, которыми мы с ней покрыли тональный крем. Делать это можно плотным корректором, либо какими-то цветными корректорами. Следующий шаг – это зона вокруг глаз. То есть под глазами все наши синячки. Все это нужно убрать и скрыть. Мы высветляем участки, которые мы хотели бы выделить. И после уже с помощью сухой коррекции мы будем затемнять и создавать тени на лице. Следующим этапом у нас будет закрепление жирных текстур пудрой. Под глаза мы используем наверх HD-пудру со светоотражающими частицами. Специально для того, чтобы не подчеркнуть морщинки. После оформления лица мастер переходит к макияжу бровей, глаз и губ. Тут рекомендуется выбирать свежие натуральные тона, чтобы выглядеть максимально естественно. Нам нужно было скорректировать форму лица, потому что выступающие некоторые части. Нам нужно было лицо сделать более худым и приближенным ковалу. Мы этого добивались с помощью цветовой сухой коррекции. Также нужно было скрыть некоторые пятнышки, которые были. И в целом освежить форму, общий цвет лица. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok